Бизнес-ланч Здравствуйте Здравствуйте В целом сейчас вот в 2019 году банкротств в том числе и физических и юридических лиц Московской области стало больше? Я уверен, что да И в процентном соотношении я думаю процентов на 15 больше чем в 2018 году процедур И в большей степени это связано именно с тем, что уровень правовой грамотности граждан и ответственность директоров предприятий существенно стал лучше и глубже Больше пользуются законодательными изменениями сейчас все-таки это юридические лица или физические лица? Мы знаем, что работает в стране закон о банкротстве физических лиц Таких людей стало больше? В каких сферах? Физические лица, конечно, это основная масса процедур банкротств, которые идут в стране Это процентов 80 в общей сложности и 20 процентов это юридические лица банкротятся Юридические лица в каких сферах? Самые разные Основная масса? На мой взгляд, это стройка и посредники Физические лица? Физические лица самые разные От уборщиц до мультиолигархов Все-таки если взять, допустим, уборщицу, мультиолигархам может объединять что? Набрали долгов Это те люди, которые брали кредиты, скажем, под квартиры, под дома, это вот рынок недвижимости возьмем? Или те, кто брали кредиты под машину? Я считаю, что процентов 50 всех банкротов физических лиц это люди, которые стали жертвой своей финансовой неграмотности Те, кто брали кредиты в микрофинансовых организациях, брали кредиты в банках настроенных на масс-маркет Мы все их прекрасно знаем, с очень высокими процентами И обычно обеспечение под это не требуется Но обратная сторона медали это высокий процент И в какой-то момент люди сталкиваются с тем, что даже проценты по этим всем обязательствам они не могут гасить Потому что доходов у них существенно меньше И процедура банкротства позволяет им эту сложную жизненную ситуацию расшить и начать жизнь белого листа Но, конечно, придется отвечать на неудобные вопросы А на что ты тратил заемные средства? Ну, как обычно, у большинства достаточно тривиальные ответы И они очень похожи на правду Мошенники есть среди таких людей? Все-таки, вот вы говорите, с одной стороны, финансовая грамотность выросла Потому что люди понимают, что есть вот такой закон, которым можно воспользоваться и уйти от своих финансовых обязательств С другой стороны, они же берут эти финансовые обязательства над себя и под большой процент Понимают, чем это закончится А мошенничествуют тоже в каких сферах? Масс-маркета или жилищный, может быть, рынок? Ну, мошенники не по призванию, они становятся ими такими Вкусив легкость получения кредита, на мой взгляд И достаточно отсроченными сроками возврата И они начинают широко жить, по их мнению, ездить, отдыхать за границу Покупать дорогую одежду, ходить в рестораны И к этому очень быстро привлекаешь И так начинается снежный ком кредитных обязательств, которые потом уже неподъемные Мошенничать можно в том числе и с машинами Когда ты берешь новую машину Мы прямо сейчас такой лайфхак, давайте не будем этим людям давать за работы на мошенничестве Но я бы не сказал, что это какой-то массовый сегмент Все-таки больше это те люди, которые не рассчитали свои в будущем финансовые возможности Для того, чтобы воспользоваться этим законом Больше обращений от кого? Это одинокие люди, семейные люди? На самом деле Вот в области возьмем Абсолютно И семейные пары приходят на консультации И получают помощь в составлении заявления о личном банкротстве И матери-одиночки приходят, тоже просят освободить от долгов Я бы не сказал, что превалирует какое-то отдельное направление среди должников Все ровным слоем, назовем так Долги больше на каком рынке возникают? Это потребительское кредитование, взятое в магазине? Микрозайм? Или это автокредит? Это длинные деньги? Ипотека? Сейчас мы знаем, все-таки налоговые каникулы ипотечные появились Благодаря президенту, там и Мосдума, не Мосдума наша, Госдума все это рассмотрела И правительство закреплено все это Основная масса, конечно, идет от потребительских кредитов Которые в том числе направляются на покупку автотранспортных средств Как ни странно Такое тоже часто случается Хотя намного дешевле, на мой взгляд, пользоваться фирменными программами производителей автомобилей Которые кредитуют достаточно длинный срок под невысокий процент Но что двигает людьми брать потребительские кредиты на покупки машин, я не знаю Ипотека это почти всегда причина банкротства ипотечных заемщиков Это почти всегда изменение жизненных обстоятельств Это либо потеря близких, как бы это не прискорбно излучало Либо это потеря работы, либо потеря здоровья И я не встречал таких заемщиков, которые брали бы в ипотеку квартиру И не делали ни одного платежа по ипотечному кредиту Обычно происходит несколько лет, пока долг выплачивается А потом по какой-то причине он присутствует Поэтому государство поддерживает именно в первую очередь людей, которые берут деньги на приобретение жилья С одной стороны, банкротство это плохо для того, кто его претерпел Ну может быть повезло тому, кто воспользовавшись различными законодательными изменениями Достаточно легко из него вышел С другой стороны, еще обратная сторона Есть возможность заработать на этих долговых обязательствах Вот здесь в первую очередь самое рентабельное направление какое? Жилье? Машины? На мой взгляд Компании какие-то Во что вот сейчас выгоднее всего вкладывается и чего сейчас больше присутствует на рынке? Наверное, самый массовый, конечно, представленный продукт банкротства Это продажа транспортных средств На нем можно как заработать, так и потерять Давайте заработать как? Заработать Заработать это в плане купить для перепродажи Такой своего рода инвестиции Да, это то имущество, которое продается банкротом с торгов Оно может быть куплено достаточно недорого В основном это происходит на торгах посредством публичного предложения Когда цена на имущество падает постепенно на какой-то процент Ну, предположим, раз в неделю на 10% И имея определенную удачу и сноровку Можно купить транспортное средство с дисконтом до 50% от рыночной стоимости Следовательно, перепродав его, заработать При условии, что оно надлежащего качества Как проверить, что оно надлежащего качества? И как проверить, что у него все-таки такая чистая история Раз оно попало на торги Не окажется, что там какие-то вот тоже серые схемы замешаны Банкротные торги это... Это уже все проверка Это считаются самыми надежными Даже торги, организованные приставами, менее надежны Чем то, что проводится в процедуре банкротства Вот, поэтому можно смело покупать Конечно, нужно проверять у финансового управляющего Либо у конкурсного управляющего документы на транспортное средство Это паспорт, прежде всего Свидетельство о регистрации Вторым по значимости сегментом Являются, конечно же, ипотечные квартиры Которых в последнее время стало достаточно много Не потому, что банки банкротят своих должников А скорее потому, что сами должники Не имея возможности уплачивать свои долги Как по ипотечному кредиту Так и по потребительским кредитам Еще каким-то Обычно это все идет вместе То есть не бывает так, что один ипотечный кредит и все Обычно к нему обязательно еще кредит на машину И парочка потребительских кредитов И в какой-то момент коллекторы, которые тоже не спят Делают жизнь абсолютно несносной для таких, назовем так, должников Вот сейчас на данный момент в области Если мы говорим все-таки Если хочешь приобрести квартиру в области Какой нужно минимальной суммой обладать И на жилье в каком муниципалитете Ты можешь на эту сумму рассчитывать То, что выставлено как раз на торги Вот я могу сказать на примере В Луховицком районе Московской области В поселке Фруктовое Продавалась квартира двухкомнатная Около 40 квадратных метров С торгов Принадлежащая обанкроченному кирпичному заводу Теоретически ее можно было бы купить за полмиллиона рублей Практически, наверное, цена бы сложилась в районе 750 Ну то есть вот в этом диапазоне Рыночная ее цена где-то миллион сто, миллион двести Звучит прям как-то очень заманчиво Есть какие-то подводные камни Ты приобрел, ты покупаешь как физическое лицо Легализовать вот через как Или это уже все сразу легализовано Это все, это сразу Протокол по результатам торгов является основанием для заключения договора И, соответственно, добро пожаловать в офис моей документы Где Свидетельство о регистрации дают Выдадут через какое-то время лист записи о том, что право собственности Переход права совершен Какие-то подводные камни-то есть? Прям-то как-то вот На самом деле Основные подводные камни это В том, что для того, чтобы отслеживать все эти торги Участвовать в них это своего рода спорт То есть это очень много времени занимает Нужно иметь Это как трейдер, который сидит и смотрит за котировками Вот в какой-то момент вот она кривая поднялась Здесь стоит миллион А в какой-то момент отвернулся Она же опустилась То есть это стоит 100 рублей Нет, попадение цены оно рассчитанное Интервалы имеют свои четкие границы Время приема заявок на интервалах тоже имеет четкие параметры Когда принимается, когда заканчивается Основная проблема это найти торги, которые тебя могут интересовать То есть есть несколько ресурсов, которые должны помогать Но по сути они сделаны, на мой взгляд, достаточно коряво и непрактично Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что для вас по-прежнему работает Открытая студия «Радио-1» в Думе правительства Московской области Это программа «Бизнес-ланч» С вами ведущая Татьяна Исакова У нас в гостях арбитражный управляющий Сопредседатель совета Саморегулируемой организации арбитражных управляющих стратеги Максим Лагода Максим Сергеевич, а вот что вот это за ресурсы-то такие Чтобы правильно окунуться вот в это онлайн-пространство Правильно выведать и вот посмотреть На рынке я даже сравнение провела Там же теханализ ведется Вот здесь вот оно вот так должно случиться Здесь так Здесь теханализ, я понимаю, не сработает Но тем не менее, какую-то стратегию можно выработать Как понять, что вот это вот оно дно и нужно брать Хватай, а то заберут Есть несколько ресурсов для того, чтобы получить информацию В первую очередь, хоть это эрудимент, который нужно изживать Но для обычных граждан скорее это будет самым простым и понятным способом Это покупать субботний выпуск газеты «Коммерсант» Который практически на 99% посвящен публикациям, связанным с процедурами банкротств И все сообщения о торгах, собственно говоря, в этом субботнем выпуске и публикуются Там же все-таки о компаниях речь идет Либо о фигурах Там все Там деловая пресса номер один 99% это объявления о торгах, объявления о банкротствах То есть это субботний выпуск Такая вот специфика нашего законодательства То есть можно выходные посвятить как раз с фломастером, с карандашиком, подчеркивая интересующую вас Как понять, что вот все-таки цена, вот она уже Что это не серединка, что вот ты сейчас возьмешь, а там могло бы еще упасть И смотришь, рядом соседний объект действительно потом в цене упал Я активный участник торгов в процедурах банкротств Ну я и продаю как арбитражный управляющий Но и также являюсь активным участником купить что-то Потому что я знаю, где посмотреть Я знаю, как контролировать У меня есть внутренние убеждения, сколько это может стоить И сколько можно заработать на перепродаже Скажем так, из десяти попыток что-то купить Обычно не больше одной-двух увенчаются успехом И из этих двух увенчанных успехом То есть одна сделка приносит прибыль, вторая, дай бог, в ноль На перепродаже хорошо можно заработать Казалось бы, ты купил дешевле рыночной стоимости Но она тоже может быть как-то зависнет И все Вот как вот здесь тоже рассчитать стратегию Что я сейчас купил, я так же быстро продам Может быть пониже, безусловно, рынок тоже поставлю Но будет ли стоить там условная овчинка выделки? Не останешься ли ты сидеть вот в этом объекте неизвестно сколько? Это очень правильный вопрос И как всегда на него нет, скажем так, однозначного ответа По одной простой причине, что жизнь настолько сложная штука И вот предугадать, как она будет развиваться, абсолютно невозможно Одно дело, ты приобретаешь жилье для себя Ты вот сидел долго, как говорится, все это промониторил, посмотрел, все сделал Здесь одна история А если для перепродажи, много сейчас игроков на этом рынке, условно, посредников? Очень много Много? И в основном посредники, конечно, работают по дорогому сегменту По какому? Это квартиры стоимостью от 20 миллионов и выше Вот на этом сегменте маржинальность продажи может быть очень серьезная Ну, там, до 50% И из-за таких высоких цифр начальных, да, 20, 50, 100 миллионов рублей Доход достаточно существенный Посреднические услуги сколько будут стоить при раскладе, что вы продали там объект за 20? Сколько составляет риэлтор, который продает, помогает продать, там, купить квартиру, берет 5% Ну, традиционно, там, от 3 до 5, но возьмем в среднем 5 Человек, который предоставляет такие услуги, сколько берет процентов? Я думаю, что люди, которые профессионально занимаются на торгах покупкой для целей перепродажи Они ищут именно те предложения, которые могут принести от 50% дохода Ух ты, это очень большой процент, половину получается взять Если говорить о банкротстве юридических лиц, то сейчас больше какого бизнеса представлено в столичном регионе? На мой взгляд, строители это номер один То есть даже не говорим про застройщиков Это строители, те компании, которые выступают подрядчиками, субподрядчиками В рамках разного рода строительств Как жилых домов, так и промышленных, торговых центров и так далее Второй, наверное, самый крупный сегмент банкротов Это, наверное, все-таки посредники профессиональные на рынке Это те, кто оптовыми партиями товаров оперируют, складами, арендой складов и так далее Ну и третий сегмент, наверное, это разного рода производства, которые не смогли выдержать конкуренцию Как заработать на этой сфере? Как лучше тоже зарабатывать? Скажем, с одной стороны, ты понимаешь, раз бизнес прогорел, то, может быть, не стоит в него вкладывать Если ты вкладываешь собственные средства, ну, если ты, допустим, посредник Ну, в основном процедуры банкротства юридических лиц, они интересны спецтехникой, которая принадлежит этим должникам То есть она достаточно дорогая у официальных дилеров И с фантастическим дисконтом можно приобрести, соответственно, на торгах Потому что она может быть очень специфичная и продать ее уже не спеша, назовем так, на авито В течение нескольких месяцев, получив достаточно приличный доход Очень много продается земли в собственности предприятий Этот сегмент я не могу считать высокомаржинальным По одной простой причине очень часто завышенная кадастровая стоимость этих земельных участков И, следовательно, очень высокие налоги, которые нужно платить для того, чтобы иметь в собственности этот земельный участок И, купив его даже задешево, можно не рассчитать свои силы и не успеть его продать до того момента, как надо будет заплатить налог Налог, да, очень высокий, да, сейчас, безусловно Здесь игроков на этом рынке много? И больше это игроки, которые действительно оказывают посреднические услуги? Или это те люди, которые понимают, ну, сейчас мне нужна какая-то условная техника? 80% игроков это посредники, профессиональные У них сложившийся круг покупателей Не продавцов, а покупателей Те, которые у них приобретают уже купленную технику на торгах Ведь реальному бизнесу абсолютно некогда заниматься выискиванием, что подешевле То есть они будут рады купить с 10% скидкой технику, которую они искали А профессиональный посредник как раз заточен на то, чтобы через себя гигабайты информации просеивать И искать те зернышки, которые могут принести прибыль Профессиональный посредник тоже вот на этом рынке берет 50% за свои услуги? Или здесь процент пониже? Я думаю, что все то же самое Мне так кажется, что стандартная маржинальность должна быть в районе 50% Чтобы покрыть те возможные риски, которые могут быть по неблагоприятным торгам Где могут быть оспаривания судебные, где ненадлежащее качество Или совсем другие истории, которые заранее не просчитывались Поэтому меньше, чем с 50% маржинальностью никто работать не будет Для того, чтобы стать профессиональным посредником, какое базовое образование? Юридическое, экономическое? Насколько сейчас востребована эта сфера труда? Идут ли в нее? Я бы сказал, что нужно иметь авантюрный склад характера, прежде всего А образование уже ни при чем То есть, если человек в душе авантюрист, то есть он может в эту историю ввязаться Но это такая профессия получается на грани Я даже не знаю, можно ли назвать это профессией Правильно понимаю? Ну да Она как-то вот нигде же не регулируется Можно попасть тоже, мало того, что ты сам попадешь на деньги Потеряешь, собственно, свои Но это неприятно, но это переживаемо, потому что деньги всегда можно заработать Но можно же попасть и тоже в какое-то подзаконодательное, наверное, нарушение Появилось огромное количество посредников, которые даже перестали свои деньги вкладывать Появляется имущество, предположим, дачный домик в Наруфаминском районе Который продается с торгов арбитражным управляющим Либо это финансовый управляющий, либо конкурсный Соответственно, одновременно с этим На электронных досках по продаже имущества Появляются зеркальные объявления по продаже этого имущества Для чего делается? Цену сбить? Нет, это делается для того, чтобы узнать спрос То есть банкротные торги, там маленькое количество людей Которые о них знают и которые мониторят А электронные доски, там достаточно большое количество людей Интересуется, по чем можно было бы купить садовый домик в Наруфаминском районе И когда начинаются звонки, то есть цена там снижается до какой-то степени Тогда посредник уже включается То есть он понимает, что спрос примерно в районе 2 миллионов рублей Цифра с потолка просто для наглядности А он понимает, что он может купить этот домик там за 1 миллион рублей И тогда у него все складывается То есть у него уже есть входящие звонки по этому объявлению По домику, которым он не владеет Но по объявлению ему звонят У него, соответственно, есть уже информация Кто мог интересоваться Дальше он успешно или не успешно покупает этот домик на торгах И непосредственно уже связывается с теми людьми, которые интересовались И он понимает, что у него есть дельта, которую он может заработать То есть купил недорого, продал подороже И всегда есть возможность торговаться много больше, чем у реального собственника Который знает цену своего дома Как человеку, который хочет воспользоваться услугами этого посредника Тоже выявить, а не мошенник или перед тобой И он действительно выполнит вот эти обязательства Неважно, он возьмет это Его тоже работа была, раз уж ты согласился взять посредник Ты соглашаешься на его условия Чтобы тоже понять, не кинут ли тебя Есть, соответственно, несколько вопросов Которые можно задавать этому посреднику Какие документы на право собственности у него есть Если человек начинает плыть Немножко переводить в другую русло беседу Значит, что мы имеем дело с посредниками Зачастую можно воспользоваться электронными сервисами Самостоятельно для того, чтобы проверить, кто реальный собственник этого имущества И сделать запрос в Росреестр, чтобы получить выписку электронную О том, кто является собственником этого имущества Достаточно простые советы Обыденные, назовем так Максим Сергеевич, спасибо Гостям открытой студии Радио 1 в Доме правительства Московской области Был арбитражный управляющий Сопредседатель Совета саморегулируемой организации Арбитражных управляющих стратегия Максим Лагода Это была программа «Бизнес-ланч» Для вас работала ведущая Татьяна Исакова Оставайтесь с нами Бизнес-ланч Редактор субтитров А.Семкин